Да, это программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии будет высказывать юрист Ян Чеботарёв. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день. На сайте Кирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. После того, как программы вышли в эфир, они появляются на нашем сайте уже, соответственно, в записи. И, кроме того, вы можете задать вопрос своим гостям «Особого мнения» с помощью специальной формы. Только что посмотрел, вопросов пока нет. Сегодня мы будем касаться в том числе юридических, конечно, вопросов. Хочу начать со следующей темы. Именно на сегодняшний день, на понедельник, 23 число, в Кировском областном суде были назначены предварительные слушания в отношении организатора Прокоповской преступной группировки и одного из её активных участников. Соответственно, речь идёт о Михаиле Прокопьеве и Павле Колпакове. Давайте сразу обозначим. Вы принимаете участие в этом процессе. Вы представляете интересы Натальи Осиповой, вдовы Анатолия Минича Горбушина, который летом 2003 года был убит. И, собственно, уже доказано, что организаторы... Я бы дождался всё-таки решения суда. Безусловно, следствие закончено. Безусловно, обвинение предъявлено, безусловно, материалами дела. Уже доказана некоторая причастность отдельных лиц, входящих в ОПС Прокоповские. Они дают признательные показания. Но говорить о степени виновности того или иного гражданина Михаила Юрьевича Прокопьева, ещё кого-то, я бы до приговора суда точно не знал. До суда. Хорошо, да. Сейчас на каком этапе вы знакомы, если вы уже ознакомились со всеми материалами? С учётом того, что дело в суде, и сегодня назначены были, мы не участвовали сегодня, а предварительные слушания, безусловно, все ознакомились уже с материалами дела. Обвинительное заключение вручено как подсудимым, так и потерпевшим. Нам известно, какие обвинения предъявлены и на чём они основаны. Единственное, что обращу внимание, что все потерпевшие давали соответствующую подписку о неразглашении данных предварительного следствия. Сколько потерпевших? Восемь. Восемь. И до настоящего времени комментировать и раскрывать их пока рано. Вы до начала программы сказали, что процесс, безусловно, будет непростой и достаточно продолжительный. Всё зависит от тактики, которую изберёт сторона защиты. Версии существуют разные. Обычно предварительное слушание, предварительное заседание назначается по ходатайству стороной защиты для цели решения вопроса, например, о допустимости каких-либо доказательств и заявления ходатайств об их исключении в связи с процессуальными нарушениями. Либо для рассмотрения, опять же, ходатайства и заявления о передаче дела на рассмотрение коллегии присяжных заседателей. В таком случае, если такое ходатайство будет заявлено и удовлетворено, процедура отбора присяжных заседателей достаточно непростая. Соответственно, если сейчас на 30-е числа мая месяца нас ориентировочно уведомляли, что начнётся уже слушание по существу, ну, гадать не будем, посмотрим, какое решение по итогам предварительного заседания примет областной суд. Поясните ещё суд присяжных и второй вариант. Что предпочтительнее для стороны защиты? Тут, понимаете как, каждый решает для себя сам. Позицию защиты Михаила Юрьевича не знает, наверное, никто, кроме адвокатов господина Прокопьева и его самого. Обычно, обычно суд присяжных используется в случае активного стремления подсудимого доказать либо полностью, либо в части собственную невиновность. Насколько известно мне, Михаил Юрьевич не по всем эпизодам признает себя виновным. Соответственно, возможность использования суда присяжных имеет место быть. Суд присяжных по-прежнему 90 человек. Да. Соответственно, свое решение они либо да, либо нет говорят, да? Ну, не совсем так. Давно не сталкивался просто так. Ну, понятно. Присяжным ставится на решение конкретные вопросы. Доказана ли виновность какого-либо лица в совершении преступления? Заслуживает ли оно снисхождение по их мнению? Суд может поставить дополнительно уточняющие вопросы. Опросный лист может содержать любые вопросы, которые требуют решения присяжными в части доказательства, доказывания конкретных фактов. То есть перед присяжными не ставится задача юридически квалифицировать то или иное деяние и дать какую-то оценку ему. То есть вопрос достаточно простый. Доказано ли, что такое-то конкретное преступление совершило такое-то лицо? И заслуживает ли это лицо снисхождение по их мнению? Ну, по вашему прогнозу, когда все-таки это решение уже конкретно будет приниматься? Я боюсь ошибиться. Но, опять же, от сегодняшнего заседания и результатов его зависит очень много. Прогнозировать, сколько времени будет потребно суду либо коллеге из трех профессиональных судей областного суда, либо жюри присяжных на рассмотрение данного дела и вынесение приговора достаточно тяжело. В отношении практики, если будет дело рассматриваться именно судом присяжных, ранее, чем несколько месяцев, 4-5, окончание процесса я не прогнозирую. Ну, это до начала программы мы выяснили, что это первый такой случай по организованию преступного сообщества. Да-да-да, не ОПГ, а ОПС. В истории правосудия Кировского. Да, у нас были организованы преступные группы, у нас встречались суды присяжных. Вот непосредственно ОПС и лидер ОПС у нас, конечно, на скамье посудимых еще не были. Не были преступления, в которых обвиняют в настоящий момент Михаила Юрьевича достаточно тяжкие, особо тяжкие. Наказание весьма суровое может быть назначено, вплоть до пожизненного лишения свободы. Соответственно, ну да, здесь тяжело придумать, вспомнить что-то похожее на территорию. Восемь доказанных следствия эпизодов? Нельзя говорить о доказанных следствия. В настоящий момент вменяется в вину Михаила Юрьевича, да, восемь эпизодов. Именно они и будут рассматриваться в процессе судебного заседания. Конечно. Ничего сверх того, что содержится в настоящий момент в имененном заключении, ни следствия, ни прокуратура в настоящий момент добавить туда уже не может. Я понимаю, что это такая своеобразная эпопея, так и начинается, да, вот судебные новости здесь будут поступать, безусловно, и мы будем рассказывать в рамках, так скажем, да, того, что можно рассказать, в том числе и в нашем эфире. Хорошо, еще одна тема, я напоминаю, что Денин Евгеньевич активно, не то чтобы отчитывается, но рассказывает о своей работе в сети, в частности на странице своей в Фейсбуке, и вот очередная история такая всплыла о женщине, жительнице Кирова, да, и о Сбербанке, о ее взаимоотношениях. Расскажите, пожалуйста, что это такое, на каких основаниях Сбербанк заблокировал карту у данной женщины? Да, значит, давайте немножко поясню. Причем я стараюсь писать о тех событиях, которые, на мой взгляд... Социальную значимость, да, некоторые имеют применительно к востребованности той или иной услуги коммерческого предприятия, другими гражданами, жителями города Кирова. То, что может не в единичном экземпляре быть? По Сбербанку ситуация мне показалась достаточно непростой. Почему? В начале 2016 года Сберегательный банк просто заблокировал карту жительницы города Кирова. Без объяснения причин, с помощью неоднократных обращений в Сберегательный банк, письменных, достаточно нервного общения с сотрудниками удалось получить ответ о том, что на основании 115-го федерального закона, то есть закона о противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем, и противодействия терроризмом, Сберегательный банк, решил задаться целью проверить, откуда эти денежные средства у женщины взялись. В какой сумме идет речь? 400 тысяч рублей. Не помогли в этой части никакие обоснования того, что человек перевел эти деньги из другого банка, который расположен в чертеже города Кирова, о том, что человек никогда не подозревался, не привлекался никакой ответственности. После того, как конфликт зашел уже достаточно далеко, там были разговоры на повышенных тонах, и взаимная угроза обращения в правоохранительные органы, Сбербанк предложил, на мой взгляд, очень странный способ решения проблемы. Женщине было сказано о том, что закрывай, голубушка, счет у нас, и через 45 дней, с момента подачи тобой соответствующего заявления, мы тебе твои деньги выдадим назад. Согласитесь, что очень странный способ борьбы с либо легализацией, либо терроризмом. Фактически это означает о том, что как-то странно... Но тут не давали, блокировали карту, а тут, пожалуйста, забирали. 40 дней попользовались чужими деньгами, и тут же все это, собственно говоря, отдали. Причем на вопрос, сможет ли она открыть снова счет в этом же сберегательном банке, и сказали, что да, конечно, просто мы разработали подобного рода процедуру. Что если мы сами считаем какую-то операцию, какого-то человека подозрительной, мы просто блокируем ему возможность распоряжения деньгами, не обращаемся ни в какие суды, ни в какие органы, и предлагаем просто счет закрыть, по истечению 45 дней деньги ему отдаем назад. Честно говоря, я внимательно изучил закон 115 ФЗ, увидел там совершенно обратную ситуацию о том, что банк, да, действительно правомочен блокировать любую операцию, которую он посчитает сомнительной, но на срок всего в три дня. В течение этого срока, если банк все-таки уверен, что данная операция как-то может быть связана либо с легализацией преступно полученных денежных средств, либо с финансированием террористической деятельности, он обращается в соответствующие правоохранительные органы и финансовые службы, и дальше уже получает непосредственно либо судебное решение, либо какой-то административный приказ со стороны контролирующих органов о продолжении данной блокировки. Здесь в рассматриваемом случае ничего подобного сделано не было, деньги просто лежали, 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 и сейчас, кстати, лежат еще, потому что решение только-только вынесено. Мы посчитали необходимым решать эту проблему исключительно через суд и позицию свою строили как раз на достаточно глубоком анализе норм 115-го федерального закона и предлагали суду оценить некоторую пассивность сберегательного банка в части проверки своих предположений. Действительно, мне очень процесс понравился. Суд задавал весьма уместные и правильные вопросы, в частности, сберегательный банк спрашивали, какие меры для проверки своих предположений им предпринимались, но что был получен ответ, что банк в силу... В готовки ходили? Нет, значит, тут еще интереснее. Если обратиться к этому же 115-му федеральному закону, мы увидим о том, что банк должен, безусловно, действовать обоснованно, но в силу статьи 4 этого закона он не вправе сообщать клиенту о причинах блокировки. И поэтому, ссылаясь на данную норму, банк отказался даже суду объяснять, какие конкретные меры по проверке своих предположений им предпринимались. Ну, слава богу, сотрудники банка четко ответили на вопрос о том, что они не обращались ни в правоохранительные органы, что моя клиентка не числится ни в одной федеральной базе, к которой имеют доступ сотрудники банка, где учитываются граждане, замеченные в разного рода экстремистских проявлениях. Они не обращались в Росфинмониторинг, и отсутствуют какие-либо судебные акты, предписывающие банку продолжать блокирование денежных средств. Точно так же банк пояснил суду о том, что, по его мнению, единственным способом получения денег у гражданки является добровольное расторжение договора банковского счета, и по истечении установленного законом срока женщина могла бы, по мнению банка, свои деньги получить назад. То есть то, о чем вы раньше говорили, да? Да, да, да. Закрывайте счет, забирайте деньги. Да. Ну и фактически мы опять же пришли к тому, что суд сделал вывод, что федеральный закон 115 ФЗ говорит о чем? О том, что да, безусловно, гражданин в любой момент вправе закрыть счет, но он не обязан этого делать. Если банк считает, что счет, к которому привязана банковская карта, как-то используется для нелегальной деятельности, для деятельности, которая может быть квалифицирована как легализация денежных средств, полученных преступным путем, либо для целей, упаси бог, финансирования каких-либо террористических организаций, то банк вправе сам в одностороннем порядке расторгнуть данный договор. И банк не делает этого исключительно лишь потому, что ему опять же придется доказывать правомерность тех действий, тех приколожений, которые против потребителя гражданина были выдвинуты. В настоящий момент мы получили решение суда, которое провозглашено. Правда, пока у нас отсутствуют окончательно мотивированные решения, оно будет изготовлено на этой неделе где-то в районе среды четверга, после чего в течение месяца любое заинтересованное лицо, банк ли, мы ли, как истцы, сможем принести жалобу на это решение. И если такой жалобы не будет, либо она будет рассмотрена, то решение вступит в законную силу. Признан судом факт нарушения прав гражданки потребительницы банковских услуг, взыскана небольшая сумма морального вреда и штраф за нарушение федерального закона, Закона Российской Федерации о защите прав потребителя. После того, как это решение вступит в законную силу, мы сможем применить как раз все предусмотренные как гражданским кодексом, так и договором банковского счета санкции непосредственно к сберегательному банку за то, что на протяжении почти пяти месяцев он неправомерно пользовался нашими денежными средствами и не выдавал эти деньги непосредственно своему клиенту. Это первый такой случай в вашей практике? Это первый случай на территории города Кирова, когда требования потребителя были удовлетворены. Я знаю несколько решений похожих, где потребителю отказывали. Там тоже блокировалась карта? Совершенно верно. На каком основании? На основании этого же самого закона? На основании этого же самого 115-го федерального закона решения принимались абсолютно противоположные по содержанию. Но здесь, я думаю, что нам удалось во многом благодаря активности самой женщины, которая документально фиксировала свои переговоры с банком. Вот это уже мы советы попутно начинаем давать. Если возникают проблемы, то надо фиксировать. Без бумажки, соответствующей любому человеку, бывает очень трудно доказать факт совершения им какого-либо действия. Устное общение на повышенных тонах, крики какие-то. Они в суде, упаси бог, если до него дойдет, никоим образом не заменят документ, который спокойно излагает существо претензий человеку. Вот как раз в нашем случае подобного рода документов, видеозаписи, аудиозаписи у нас было достаточно большое количество. Банк, безусловно, пытался менять свою позицию в ходе суда, не зная о том, что у нас документально подтверждены факты и заявления соответствующих требований. Банк пытался представить себя ласковым и бушевым шестом. Нет, банк просто пытался сначала говорить о том, что вы не просили у нас денег вообще. Мы карту заблокировали, вы бы пришли и сказали о том, что отдайте нам деньги, мы бы вам отдали. Мы, как только подобного рода фраза была занесена в протокол, мгновенно представили соответствующую видеозапись нашего общения с менеджерами, с кассирами, с руководителями соответствующих отделений сберегательного банка, где уже опровергать наши слова сотрудникам банка было достаточно неудобно и фактически невозможно. Давайте еще поясним нашим слушателям, чтобы было понятно. Вот женщина, да, у нее 400 тысяч на этой карте. Она регулярно снимала. Снимала? Регулярно. Регулярно. Снимала, и вот эти суммы, вот это регулярное пользование картой, они вызвали эти подозрения. Ну, давайте. Я просто делаю вывод, что огромное количество людей могут попасть в эту ситуацию. Если они пользуются картой. Регулярно попадают, регулярно попадают на самом деле. Ведь, безусловно, можно рассматривать ситуацию с стороны, например, банка, либо со стороны правоохранительных органов. Потому что ведь можно же с помощью банковской карты заниматься обналом денежных средств и так далее. Но вот чем этот конкретно процесс был важен лично для меня? Ведь у нас же существует презумпция добросовестности. Мало сказать, что, возможно, эти деньги обналичивались, либо что они нечестным путем заработаны, либо куда-то будут не туда потрачены. Попробуйте это доказать, уважаемые господа. Пока не доказано иное, пока человек не признан виновным, пока вы не сумели представить документальное обоснование своих подозрений, хотя бы, почему человек должен доказывать, что он, простите, не верблюд. Подобного рода предложение нам было озвучено со стороны сберегательного банка о том, что вы должны доказать, куда вы эти деньги потратите, зачем, для чего, на основании какой нормы закона и какого подобного рода вывода проистекает, что человек должен априори, приходя в любое учреждение, даже, ладно, черт с ним, государственное, но это-то коммерческая структура. Почему я уже должен доказывать о том, что я, простите, не террорист, и это деньги не украденные, а заработанные. Давайте людям дадим конкретную рекомендацию, как поступать в том случае, если банк такие препоны чинить. Если любой банк, не обязательно сберегательный банк, подобного рода проблемы возникают достаточно часто. Бывают в жизни случаи, когда человеку нужна большая сумма наличных денег. Регулярно встречаются, начиная от недоверия к финансово-банковской системе России, кончая просто желанием иметь какое-то количество наличных денег дома. Имеет право человек. Обязательно, если любой банк не исполняет какую-либо операцию, необходимо заручиться документальным подтверждением вашего обращения в банковское учреждение с конкретным требованием о выдаче, например, наличных денег с вашего счета, либо карты. Я знаю о том, что очень часто, например, когда граждане закрывают вклад в банки, банки настоятельно рекомендуют и всячески препятствуют в выдаче наличных денег, уговаривая, заставляя, местами запугивая граждан совершать те банковские операции, которые им не нужны. То есть, либо переоформлять вклады, либо открывать депозиты, либо переводить деньги на какие-то другие счета в другие банки. То есть, банки, бывает, отгребают от себя проблему. Все, что нужно сделать человеку, это взять лист бумаги, написать соответствующее заявление, снять с этого заявления копию, копию вручить банку, на оригинале поставить отметку, что я сегодня такого-то числа предъявил такое-то требование на основании договора банковского вклада, попросил выдать мне наличные денежные средства. Все. Вот если такая бумага есть, не вправе ни один банк отказать человеку в выдаче ему лично принадлежащих денежных средствах. Понятно. Ну а если все-таки начинают препираться, то заручаться поддержкой. Ну, можно поискать юриста знакомого, не обязательно бежать к адвокатам, искать каких-то супер-мега-специалистов. Нормальный, хороший, крепенький юрист вам здесь поможет. Главное, это первый документ, это ваше требование о выдаче наличных денежных средствах. Не надо мотать сопли на кулак, не надо плакаться в подушку, писать жалобы даже в прокуратуру. Само по себе правильное оформление ваших действий уже является залогом того, что суд вас в итоге поддержит. У нас остается пара минут до перерыва, я не могу не поинтересоваться, как развивается история, которую мы обсуждали с вами в прошлый раз, в особом мнении, про гражданина, с которого судебные приставы, со счета которого сняли, а гражданин оказался не тем, просто дофамилец. Расскажите, как там дела? Ну, первое решение мы уже получили. Решение это отрицательное. Суд отказал нам в признании действий судебного пристава незаконными, но отказал так, как должен был отказать. Существуют достаточно короткие сроки, 10-дневные, на обращение с соответствующим иском в суд, примитивно к жалобе на действие или бездействие государственных чиновников. С учетом того, что вся вот эта вот операция приставами была совершена в канун новогодних праздников, пока человек бегал, собирал документы, 10-дневные сроки прошли, но мы знали о подобного рода проблеме еще до даже подачи искового заявления, который рассмотрен, нам нужно было все-навсего зафиксировать факты, которые имели место быть в части неправомерности действий судебного пристава. Поэтому мы такое решение получили. В этом решении отражено, что да, действительно, абсолютно неправомерно, абсолютно незаконно приставы списали денежные средства с силой человека. Полмиллиона, да, это? Да, больше 550 тысяч. Это решение по вступлению в законную силу будет использовано нами уже в новом процессе, где мы будем заявлять требования непосредственно к казне Российской Федерации и деньги эти получим непосредственно от службы судебных приставов в город Москва как распорядителя бюджетных средств. И никоим образом не будем судиться с банкротом, который в итоге эти деньги получил. Это заведомо обреченные на провал мероприятия. Так что пока, пока все, более-менее ничего. Хотя, конечно, факт, безусловно, выпиющий. Да, ну, будем следить, что называется, чем закончится история. Сейчас у нас перерыв. Я напомню, что это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Полторы минуты, и мы вернемся. Особое мнение на 101 ФМ. И сегодня это особое мнение юриста Яна Чеботарева. Мы продолжаем. Только что задавал вопрос Елена Геевича в перерыве. Знакомлен он с Дмитрием Владимировичем Смоленцевым. Уже бывший прокурор города Кирова. На прошлой неделе он покинул свой пост. Теперь работает старшим помощником прокурора области по правовому обеспечению. Прокуратуру города он возглавлял на протяжении шести с небольшим лет. Довольно приличный срок. Ну, для прокуратуры, где в порядке вещей регулярные переводы в другие субъекты федерации, да, это, безусловно, немалый срок. Вы знакомы, в том числе, и по участию в конкретных делах? По участию в конкретных делах. Причем, ну, боюсь, конечно, брать на себя подобную роду ответственность, но, тем не менее, по-моему, насколько я представляю, господин Смоленцев оставил на настоящий момент о себе среди практикующих юристов, среди многих моих коллег исключительно доброе впечатление. Исключительно как достаточно высокий профессионал и что редко встречается, на самом деле, в подобном роде деятельности как просто человек с большой бутылкой. Профессионал, в том числе в плане аргументированности позиции, да? Ну, это достаточно сложное понятие. То, что он юрист, да, безусловно, но он не просто юрист. Он действительно человек на своем месте был. Я, честно говоря, рад, что он пошел на повышение и рассчитывает, что подобного рода прививка, она для областной прокуратуры лишней точно не будет. Это очень хороший пример, когда достойный человек получает признание своих заслуг со стороны не только своих коллег, оппонентов, но и со стороны своего руководства. Прокурор областного центра – это достаточно непростая должность. Весьма. Потому что многое мы можем не понимать и не знать, но хорошо, будем верить на нас, не просто. Хотелось бы с вами еще поговорить на какие-то общечеловеческие темы. Вот, к примеру, повышение пенсионного возраста. Давно об этом говорится уже в России, и вот накануне высказался по этой теме и бывший министр финансов Алексей Кудрин, член экономического совета при Путине. Ныне он. Я больше склоняюсь пока к цифре 63, имеется в виду возраст, выход на пенсию, как для мужчин и для женщин. Он говорит, он о том, что… И для женщин 63. Да, и для мужчин, и для женщин 63 года. Естественно, уточняюсь, что это не одномоментно будет вводиться, точнее, надо бы вводить, а каждый год повышать на несколько месяцев, в тот самый пенсионный возраст. Вот, надо повышать. Нынешний министр финансов, господин Силанов, об этом и говорит регулярно. Надо, надо и как можно быстрее. Я бы видел, наверное, что проблемой является не необходимость повышения пенсионного возраста, а наверняка необходимостью является коренной реформирование пенсионной системы России вообще. Ведь вот это предлагаемое повышение возраста выхода на пенсию – это всего-навсего, на мой взгляд, средства борьбы с дефицитом пенсионных поступлений, с неэффективностью работы нынешнего пенсионного фонда. Во всяком случае, простите, но нигде в открытых источниках структуру инвестиций пенсионного фонда какие конкретно функции именно фонды, пенсионные фонды выполняют. Такую информацию получить невозможно, и я все-навсего вижу о том, что по всем городам и районам Кировской области и Российской Федерации, куда бы я ни приехал, везде стоят новые, достаточно дорогие здания пенсионного фонда. Но может быть это способ инвестирования пенсионных накоплений граждан. Но мне представляется, что это очень проблемные активы и малоликвидные. Так скажу. Вы знаете, на этой системе мы общались с доктором экономических наук, ректором Владимиром Сергеевичем Сизовым. Он предложил, давайте сделаем просто. Зачем нам пенсионный фонд? Не нужен нам пенсионный фонд. Мы просто в государственном бюджете предусмотрим какой-то процент, например, процентов 25. И будем платить из этого пенсию. Не будет этих вот таких отчислений, страховых взносов и так далее. Вот так вы мне предложили. Может быть, может быть. Но, понимаете, тут слишком смело это заявление. Дай бог поймите, вот я не помню ни одного поколения, когда в течение жизни которого не происходили какие-либо катаклизмы, которые волей или неволей нивелируют и пенсионные накопления, и уровни пенсии, которые назначаются гражданам. Вот как-то так происходит. Все равно о том, что в настоящий момент, во всяком случае, с кем я общаюсь, 90, наверное, процентов людей считают о том, что деньги, которые удерживаются из их зарплаты в виде отчисления в пенсионный фонд, размеры этих отчислений никоим образом не связаны с уровнем той пенсии, которую в итоге они могут получить. Причем не факт, что будут получать. Все-таки у нас не всегда удается даже дожить до пенсии многим, но тем не менее. В общем, как правило, не зависит. Соответственно, люди начинают надеяться исключительно на себя и производят сами инвестирование в свое будущее, приобретая, например, квартиру, которую лишнюю можно сдавать, какой-то земельный участок, который можно продать, либо нежилое помещение, которое точно так же может приносить какой-то доход. Ну, естественно, кто-то, кто серьезно занимается инвестированием в собственное будущее, безусловно, пользуется услугами негосударственных пенсионных фондов. Есть некоторые граждане, которые и купят деньги на пенсионные банковские счета, безусловно. Но тем не менее, все-таки вопрос о реформировании системы пенсионного обеспечения, на мой взгляд, он давно уже назрел. Давно назрел. Еще одна инициатива, федеральная тоже инициатива, по поводу которой, мне хотелось бы, чтобы вы высказались, это предложение Министерства труда введения налога для официально неработающих граждан трудоспособного возраста. Вот обидно чиновникам. Человек не работает, ничего не платит, не отчисляет, а пользуется многими благами, в том числе и медицинской страховкой. Вот такая инициатива. Ну, давайте так... Что? Нужен ли такой налог, на ваш взгляд? Ну, я большего бреда, честно говоря, давно уже не встречал. Вы не первый, кто называется данной идеей бредом. Ну, у нас, слава Богу, хотя бы пока разрешается говорить то, что думаешь. Ну, тогда за одним нужно еще и Конституцию Российской Федерации поменять, где декларируется о том, что труд свободен, принудительный труд запрещен. Если гражданин считает для себя возможным не работать, пусть не работает. Тут ведь вопрос не в этом. Речь может, наверное, вестись о том, что существует какая-то часть граждан, которые работают без надлежащего оформления трудовых отношений, серая занятость, без уплаты соответствующих налогов, без оформления патентов. Но это связано исключительно с эффективностью работы налоговых органов. Никоим образом, на мой взгляд, здесь нельзя огульно подменять одну проблему другой. Если налоговый орган чувствует себя достаточно комфортно в своих зданиях, офисах и не считает необходимым заниматься контролем деятельности, например, уровня доходов конкретного гражданина, это не повод вытирать ноги о Конституцию, которая, простите, является так-то высшим законом государства. Наверное, в МИМ-труде начитались своды к ДТП. Знаете, как это обычно бывает? Гражданин, водитель, официально не работающий на каком-нибудь многомиллионном автомобиле, я не буду, который стоит несколько миллионов рублей, устроил ДТП. В МИМ-труде, видимо, понимают, не работает, но деньги-то на такую машину. Откуда ты взял? Смотрите, ведь у нас же есть все инструментарии, на самом деле, для того, чтобы выяснить, за счет чего тот или иной гражданин живет. Может быть, это, конечно, какое-то косвенное вмешательство в личную жизнь. Да, но я знаю массу примеров, когда граждане, весьма неплохо зарабатывающие, с помощью как раз очень простых ухищрений и уловок, могут позволить себе не исполнять решения суда, не рассчитываться с кредиторами, не выплачивать алименты на собственных детей. То есть, оформился на собственное предприятие, на копеечную зарплату, а все остальное пускаю черным, серым, налом, как угодно. Ну, опять же, у нас государство имеет все возможности. Банки регулярно отчитываются в режиме онлайн с налоговой инспекцией. Надеюсь, не для кого это, не секрет уже. Какие деньги человек где получает, от кого и как тратит. При желании у нас есть, это же финансовый разведка, Росфинмониторинг, выстроить нормальную систему, прозрачную, с помощью которой можно отследить и коррупционеры лучше всего, и легче всего ловить, не доказывая получение взяток, а доказывая несоразмерность уровня трат, уровня официальных доходов. Значит, интереса пока нет. И поэтому, на мой взгляд, опять же, с больной головой на здоровую решение этой проблемы перекладывают, вот с помощью предложений введения такого налога. Время нашей программы постепенно истекает, совершенно немного времени уже остается. Я, видимо, успею задать последние вопросы, обозначить последнюю тему. Я имею в виду Зак-инициативу для общественной палаты. По-моему, я уже спрашивал вас, как вы к этому относитесь. Устав области тут хотели просто подвинять, в 48-м статье, включить как субъект законодательной инициативы именно общественную палату. Но вот в ходе голосования 19 мая данная инициатива не набрала необходимого количества голосов, а нужно было набрать 36. То есть ровно две трети от количества депутатов в законодательном собрании. Ну и пусть, что не получило. Хотя ведь они еще будут пытаться дальше обсуждать этот вопрос. Ну, на мой взгляд, проблема Российской Федерации, насколько я ее вижу, в том, что у нас очень многие институты носят исключительно декоративный характер. Издалека подходите. Ну, как умею. Общественная палата сама по себе, орган, как орган, до сих пор мне не понятен. Как клуб общественников, где они могут встретиться, что-то обсудить, ну, наверное, да, это можно рассматривать как положительную вещь. Наличие или отсутствие законодательной инициативы, ну, хорошо, ну, предположим, была бы у общественной палаты Кировской области такая возможность. Хорошо. В течение ближайшей недели они массу интересных законопроектов предложили бы. А мы бы тут обсуждали. Мы бы обсуждали, да, волновали умы граждан и прочее. Ну, и наши депутаты прагматично рассмотрели бы подобного рода предложения и приняли, ну, я думаю, абсолютно взвешенные, как всегда, решения. А вы думаете, что наши депутаты уже сильно отличаются от отчелов общественных палат? Ну, чем-то отличаются, безусловно. Безусловно. Вот. На мой взгляд, всё-таки, не нами с вами, не нашими отцами, нашими прайщурами глубокими придуманы все основные демократические институты, среди которых, простите, есть выборы. Соответственно, до тех пор, пока существуют какие-то претензии к легитимности представительных органов власти, они у нас присутствуют, регулярно высказываются, до тех пор эта проблема не будет решаться. Наличие или отсутствие отдельного органа в виде общественной палаты без увеличения, опять же, повторюсь, легитимности ЗАГС собрания, без повышения уровня доверия к нашим депутатам областного уровня, ничего просто не даст. Сколько было похвальных, интересных инициатив со стороны и отдельных же депутатов, депутатских групп областного ЗАГС собрания. Но не набирают они большинства. Фактически это означает, что либо они не отвечают потребностям граждан, либо депутаты, заседающие в областном ЗАГС собрания, не совсем понимают, в чем состоят интересы огромной массы населения Киевского области. Поэтому наличие или отсутствие права, законодательной инициативы для общественной палаты, мне представляется, наверное, важным фактором, но не настолько глобальным, чтобы подменять проблему легитимности депутатского корпуса в наличии или отсутствии законодательной инициативы в общественной палате. На этом мы завершаем программу «Особое мнение». Благодарю гостя студии Юрий Сеянович Готарев. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. До свидания.